Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран. Как мы неоднократно отмечали, военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для многих государств мира. Несмотря на то, что заявленными целями американских программ является мониторинг заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, фактически мы видим бесконтрольное проведение Пентагоном исследований двойного назначения в обход международных обязательств по КБТО. Проекты Американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия, сибирской язвы, тулеремии и коронавирусов, а также возбудители экономически значимых инфекций, патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней. При этом прослеживается четкая тенденция. Возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например, COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретатели становятся американские фармкомпании. Ранее мы информировали о возможной причастности Бигфарма и агентства США по международному развитию, ЮСАИД, к возникновению нового коронавируса. Ключевая роль в реализации проектов по изучению этого возбудителя принадлежит посреднической организации EcoHealth Alliance. Специалистами указанной кампании с 2015 года проводились увеличения разнообразия популяций летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов и механизмов передачи от животных человеку. Все было изучено более 2,5 тысяч особей. Напомню, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае, университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учение ЛЕН-201. Эпидемия ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина, организм свиньи. О развитии пандемии именно по этому сценарию, а также о реализации проектов компании EcoHealth Alliance ставит вопрос о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности США к данному инциденту. Следующим шагом Соединенных Штатов, направленным в реализацию своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой, явилось создание управления по подготовке к пандемиям и политике реагирования. Официальная информация об учреждении управления была размещена на сайте Белого дома 21 июля 2023 года. Предполагается, что новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера. В число приоритетных направлений этого управления включены работы по созданию вакцины препаратов для купирования вирусов и их генетических измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство. Возглавит структуру специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности, здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрикс. Таким образом, США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение в Соединенных Штатах так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера. При этом, пытаясь снять озабоченности мировой общественности относительно своей незаконной деятельности в биологической сфере, Белый дом создает новую государственную структуру. Главенствующую роль в военно-биологической программе военного ведомства будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США, который в настоящее время возглавляет полковник Констанция Дженкинс. Необходимо отметить, что институт был создан в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия и имеет в своем составе биолабораторию с максимальным уровнем биологической изоляции БСЛ-4. Он является основной частью созданной Пентагоном системы глобального контроля за биологической обстановкой – EIDSS. Документы, полученные в ходе специальной военной операции, свидетельствуют о том, что данное учреждение принимает непосредственное участие в сборе опасных патогенов в различных регионах мира. Испытания незарегистрированных препаратов, а также реализации программ двойного назначения по заказам Управления по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА. Институт инфекционных болезней сухопутных войск США привлекался к биологическим программам США на Украине. Так, представители института активно ввели проекты под кодовым названием UP1 и UP8. В рамках этих проектов изучалась возможность использования членостоногих для распространения рикетсии вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрогической лихорадки и хантавирусов. Представители института активно работают в Южной Америке, Африке, Закавказье, Юго-Восточной Азии. Для этого используется лабораторная база подразделений Медицинского научного центра ВМС и Института сухопутных войск США имени Уолтера Рида. Вспышка лихорадки Эбола в 2014-2016 годах в Уганде, Кении, Гвинеи, Либерии стало поводом значительного расширения присутствия сотрудников Института инфекционных болезней сухопутных войск США в этих африканских странах для получения образцов живых вирусов смертельно опасных заболеваний. Таким образом, имеющаяся производственно-экспериментальная база Института позволяет участвовать в глобальном мониторинге биологической обстановки и проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами, компонентами биологического оружия, в том числе работ по усилению патогенных свойств возбудителей опасных болезней человека и животных. В Министерстве обороны Российской Федерации получены документы, позволяющие расширить украинское военно-биологическое досье. Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ. Это Наталья Дудко. Являлась проектным координатором и старшим специалистом УНТЦ в течение 25 лет осуществляла координацию более 250 проектов УНТЦ в различных научных сферах. Людмила Черненко, генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины, фигурировал в списке украинских специалистов, принимавших участие в реализации исследовательских проектов, финансировавших в США. Александр Мацков, заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины, осуществлял надзор за общей реализацией финансированного в США проекта двойного назначения в отношении COVID-19. Минобороны России продолжает публикацию имен должностных лиц биотехнических корпораций и других подрядных организаций Пентагона, причастных к реализации американских военно-биологических программ на территории Украины.